Трумка, друзья! Испокон веков в третьем Варкрафте, как и в любой другой игре, есть популярные и непопулярные стратегии. В данном случае популярные и непопулярные герои. И самый популярный герой в третьем Варкрафте, вообще безоговорочный, я об этом много раз говорил и показывал открытую статистику в своем телеграм-канале, на который вы можете подписаться, если что. Ссылка снизу справа или в описании. Самый популярный и безоговорочный герой в третьем Варкрафте, с гигантским отрывом, это Архимаг. Это Архимаг. Почему? Потому что это самый классный герой в третьем Варкрафте по своей юзабельности. У него все способности полезны, и при этом Архимаг хороший герой с самой первой до самой последней минуты матча. То есть всегда он будет полезный, всегда он будет приносить пользу, всегда он будет актуальным. Именно поэтому Альянс почти всегда играет через Архимага. Но иногда можно ведь играть по-другому, и сегодня я вам предлагаю посмотреть матч из серии к черту Архимага. Только при этом не с паладином первым героем, а с горным королем. Горный король первым героем. Когда-то была на самом деле относительно популярная стратегия. Особенно против орков в древние времена, в 2007-2008 годах, если я не ошибаюсь. Герой, который довольно крутой из-за того, что у него есть молоток. Молоток дает контроль и урон. И с помощью этого молотка можно, например, окружить вражеского героя и нанести очень-очень много урона. Но проблема в том, что как только у него заканчивается мана, он становится буквально бегающим пехотинцем. С повышенным количеством здоровья и урона, но не более того. А ману восстанавливать очень тяжело, потому что ауры Архимага-то нет. И в этом и заключается проблема. На ранних тахах игры, если закончилась мана, горный король просто бесполезен. В этом его фундаментальная проблема. Однако давайте посмотрим, как им будет играть мистер Тед. Тед. И тут играет за Альянс. Это легендарный китайский игрок за Нежить. Единственный чемпион ВЦГ за Нежить в истории третьего Варкрафта. Сейчас он как бы работает комментатором, скажем так. Организовывает турниры по третьему Варкрафту. То есть шоумен, который поддерживает жизнь этой игры. И против него играет Файло. Это неплохой канадский, прошепчение, датский игрок в третье Варкрафт. На моем канале он еще ни разу не присутствовал. Но он из мастер лиги. То есть он в районе топ 100 игроков планеты. Так что джентльмен довольно серьезный. Играет много. Более 5000 матчей сыграл за последние 3 года. Так что недооценивать его не стоит. Играет он за орков. Уже делает Т2. Играет форсира хэдхантером. Самая популярная сейчас стратегия. Ну а тут горный король. В чем сила еще горного короля? Если ты кинул молоток по хэдхантеру, его довольно легко забрать. Молоток забирает более 110 хп, если я не ошибаюсь, или 105. И в итоге стоит всего лишь 250 хп. Пехотинцы наносят дополнительный урон по хэдхантерам. И в итоге за счет этого можно их довольно эффективно убить. Обратите внимание, что Альянс очень рано прокачал магическую башню. Это безусловно спасает его рабочих. Хотя башня стоит очень далеко, а рабочие доработают в другом месте. Получается башня не самая успешная. Но, тем не менее, она свою работу полностью выполняет. Второй уровень берет горный король. Он берет баш, понятное дело. Потому что брать две активные способности без источника маны это прохладная идея. А баш может сработать, может принести пользу. Магическая башня в итоге получается, мягко говоря, не особо полезной. Потому что она вообще не защищает рабочих от волков. Она, конечно, выполняет какую-то работу, но не более того. Ну и, как видите, то, о чем я говорил. То есть, один молоток, по сути, минусует одного хэдхантера. Это, конечно же, круто. С другой стороны, много рабочих заказывает Альянс. У него же четыре фермы. То есть, он явно собирается ставить дополнительную базу. Так же, как вы, я надеюсь, собираетесь поставить палец вверх. Для того, чтобы поддержать 3-й Варкрафт и мой канал в частности. Очень приятно иметь такое большое сообщество по такой игре старой, знаете. Довольно вообще наш канал феномен все-таки. Да, наш канал феномен. И спасибо большое за то, что пока эти делать мне то, что я люблю. Приятного вам просмотра. Понятное дело, начинают с гнолов-убийц. Во-первых, у них средняя броня. Во-вторых, у юнитов нейтральных с ядом есть такой скрипт. Они пытаются всех по очереди атаковать, чтобы всех заразить ядом. Из-за этого они наносят очень много урона на дистанции. Не моментально, но яд, увидите, накладывается. И он потихоньку забирает хп у пехотинцев. Это очень неприятно. Тед закрепил точку. Горный король взял третий уровень. У него есть хрустальный шар. Т3 делает тем временем орк. Отправляет раненых пехотинцев на источник жизни. Ну и в итоге спокойно себе играет. Мало рабочих на дереве осталось на самом деле у Альянса. Но он до этого много его накопил. База такой поздней получается. Но зато гарантированный. Хрустальный шар за ненадобностью продал. Купил сапоги и посох для мобильности. Горному королю очень нужна эта самая мобильность. Курсир тем временем качается. Он просто боится играть против горного короля на самом деле. Потому что молоток минус юнит, а он не хочет терять юнитов. Потому что он хочет поднакопить как можно больше охотников за головами. Для того, чтобы они смогли усилиться за счет бессеркерства. И после этого уже начинать воевать. Проблема в том, что охотников за головами сильно нерфанули. Они забрали много хп. 25 если я не ошибаюсь. Поэтому они реально тонкие стали. Они буквально умирают от чего угодно. Я вот недавно играл. На стриме за орков третьего варкрафтера. Те интересы это не моя основная раса. И я действительно ощутил насколько хэтхантеры стали тонкие. Они буквально от чего угодно умирают. Очень тяжело ими играть стало. Они все еще сильны. Но просто они неожиданно тонкие. Я не знаю как еще объяснить. Они просто от всего умирают. Дуну на них они погибли. Поэтому не хочет ими рисковать. Хочет поддакопить большую толпу юнитов файла. И только после этого начать действовать. Самое забавное что он построил обитель духов. И мне кажется это большая ошибка. Обитель духов необходим для того чтобы делать шаманов. Которые будут рассеивать элементарии. Но тут же нет элементарии. Так зачем тогда шаманы. Ну посмотрим как он ими будет пользоваться. Пришел уже на вражескую базу. Здесь по сути альянс. Щиты он прокачал кстати против хэтхантеров. Топовая штука. Башни дома. Скоро он нажмет переход. Ему нужно только немного дерева. Таурен вторым героем вышел. Ну и просто молоток. Раз. Молоток два. Молоток. Кстати много юнитов погибло у альянса. Но с другой стороны Таурен кстати волну прокачал. Нифига себе. Но много хэтхантеров погибло. То есть в любом случае это того стоило. Важно понимать что пехотинцы это расходный материал. А хэтхантеры это такой перспективный юнит. Которого нужно копить. А там как раз Т3. То есть альянс идеально пришел. И забрал всех хэтхантеров. Большую часть хэтхантеров. До того как они апнутся в берсерк. В берсерке дают дополнительное 100 хп. Если кстати вам интересно смотреть как я играю в Warcraft 3 от первого лица. То опять же приходите на Twitch. Ссылки есть в описании. Буду рад вас видеть. Крошер. Где видимо чувствует острую нехватку дерева. И не хочет строить много рабочих. Ну а в принципе почему бы и нет. А этих рабочих он может использовать например для третьей базы. А может быть еще что-то. Четвертый уровень тут возьмет. И большая банка здоровья. Ну большая банка маны была бы прикольней. Но большая банка здоровья это тоже хороший артефакт. Прикол в том что там еще до 2 не сделано. Тут уже Т3. Ну и берсерки заказываются. А блин реально там было 5 или 6 хэтхантеров. Осталось 2. Очень большой урон был нанесен. Ну герои зато качаются. И плюс еще опять же есть Т3. Можно игрушечный дом вождей поставить. И базу сделать. И нормально будет. Горный король одним молотком может рабочего какого-то забрать. В принципе. Пехотинцы тоже бегают. Ну землянку он вряд ли уничтожит. Шамана может убить кстати. Сможет ли? Я решил убежать. Ну в принципе там нет опыта. Поэтому он может на посохе уйти. Вот реально вместо обители духов тут зверинец с рейдерами и сеткой был бы гораздо круче мне кажется. Ну или спиритволкеры хотя бы. Тут тем временем башни прокачиваются. Везде где только можно. Потому что опять же очень поздняя база дополнительная. Очень поздний Т2. И в итоге нужно как-то за счет башен обороняться. Ну горный король опять же на посохе спокойно уходит. Топота то нет. Контроля нет никакого. Который вот прям стопит знаете. Т3 сразу же нажал. Дерева не хватает. Но сейчас крошер сдаст дерево. И он сможет заказать второго героя. Это может быть маг крови. Это может быть паладин. Довольно популярная стратегия в свое время была. Как раз олдскульный горный король паладин против орков. Это может быть архимаг. Просто потому что... Тебе хотите верьте, хотите нет. Тамара залетел в нос. Жесть. Такого еще не было. Паладина заказал. Ну и паладин с горным королем. И после этого игра в масс-воздух. В грифонов. Это олдскульная стратегия. Которая раньше доминировала за альянс против орков. Горный король экспант паладин масс-грифоны. Посмотрим, сможет ли с этим как-то воевать орк. Или вообще альянс собирается как-то по-другому играть. Горный король просто выигрывает время на самом деле. Он уже четвертый уровень. Ему прям больше не нужно. Аура в ампиризме почти третий уровень. Грущенную базу поставил. Экспант есть у орка. Поэтому жить вполне можно. Дополнительные фермы ставит для того, чтобы не можно было прям напрямую атаковать форт рейдерами. Чтобы какая-то стенка была. Зверинец там только ставится. Паладин вышел. И у паладина нужно прокачивать. Желательно ему дать хотя бы третий уровень. И при этом желательно, чтобы горный король не крепился вместе с ними. Чтобы он не воровал опыт. Есть третий уровень у Таурена. Нифига себе. Второй. И третий барак. Три казармы одновременно. Ну это тогда единственный вариант. Это масс рыцари. Да, он качает апы. То есть просто масс рыцари. Войска вступили в бой. Ну тут серьезная армия на самом деле. При этом мастерство шаманом прокачал. То есть получается ради этого все это было. Ради жажды крови. Жажда крови конечно увеличивает значительно скорость атаки. Скорость передвижения. Вы сами видите. Как быстро здания разваливаются. Даже без рейдеров. Первый ап на атаку есть. Но на самом деле здесь у Альянса проблемы. Первые рыцари только заказаны. Ну посмотрим. Надо забирать здесь. Еще и ману подзабрал. Там же за похищение маны было. Даже за похищение маны у Таурена. Блин, там три казармы. Там много рыцарей сейчас появится. Ну и горный король позволяет так вот точечно забирать юнитов. Магазина не хватает конечно же. На основной базе. Спейлбрейкера заказывает просто потому что это неплохой юнит. Который против того, что вы здесь видите неплохо воюет. Он может жажду крови например воровать. Он неплохо танкует урон от хэдхантеров. И в принципе какой-то урон по хэдхантерам также наносит. Но за счет отсутствующих рейдеров очень сильно не хватает осадного урона. Там сразу три рыцаря вышло. Еще и с двух сторон окружают. Ужасная оппозиция орка. Орк вынужден наступить. Молоток. Волна. Очень много рыцарей конечно. Это тяжело будет остановить. Ну как-то контролить, отходить. Жесть конечно. Как рыцари разваливают хэдхантеров. Просто рыцари еще больше урона наносят по юнитам со средней броней. Если все юниты с обычной атакой наносят на 50% больше урона по юнитам со средней броней. То рыцари на 65% больше урона наносят за счет своих свечащихся мечей. Ну много юнитов погибло у альянса, но орка еще больше. И там просто копятся рыцари. Реально камелотово войско какое-то. Не хватает стафа, чтобы спасать почти мертвых рыцарей. Вся мана потратилась паладином. Паладин блин настолько бэтбой, что даже не прокачивал у него язвимости. Это ему сейчас будет стоить жизни. Нет, большую банку здоровья ему передали. И за счет этого спасли. Раненых добивать. Добейте выживших, как говорится. Приказ отдан добить выживших. Блин, это жесть. И 2-2 прокачивает. Это просто рыцари. Реально просто рыцари. Вот это вот четвертая казарма. Что? Пять казарм? Я такого еще не видел. Что это за какой-то иджи в импайрс или старкрафт? Я не знаю. Офигеть! И самое прикольное, что у орка ведь нет юнитов с магическим уроном. Тяжелого какого-то, да? Типа химер, грифонов или сфинксов или ледяных змеев. И в итоге рыцари становятся проблемой. Рыцарей эффективно можно убивать кодоями. Жрать кодоями. Но все равно как-то сложновато это выглядит. Цветок телепорта жмет паладин. В целом, третий уровень он взял. Дракона не убили. Боже, сколько там этих рыцарей? Восемь. Восемь рыцарей. Жесть. Вот это я понимаю камеотового войска. Ну и ставит три мастерские, видимо для вертолетов, для того, чтобы справляться с вивернами. И да, действительно, он вивернами собирается воевать с рыцарями. Ну, я не знаю. В принципе, виверн наносит очень много урона. И ядом наносит очень много урона. Поэтому с рыцарями не могут воевать. Но вертолеты. Тут шипы нужно прокачать, учитывая количество рыцарей. Боже, я такого большого количества рыцарей, честно, я не помню. Жалко, что еще не заказывают. Но пять казарм, это... Пять рыцарей. Пять рыцарей одновременно. Двадцать лимит из стаза. Нормально? Одновременно двадцать лимит. Телепорт. Ну, там шипы не особо помогли бы. И в итоге дом вождей будет падать. С другой стороны, можно просто купить новый игручный дом вождей. И построить новую базу. Но это такая неприятная потеря по ресурсам. Однако, видимо, придется это сделать. И нового варианта банально нет. Уже вертолеты появляются. Первый ап на атаку вертолетом прокачивается. У рыцарей два-два апы. Плюс аура по один дает, по сути, третий ап на броню. То есть два-три, по большей части. Одиннадцать брони. Против орков, на самом деле, броня круто помогает. Потому что орков в основном именно физический урон. Но против Виверн, кстати, броня тоже крутая. Но у Виверн яд есть. А броня никак не блокирует урон от яда. Дирижабль хочет или что? По древняка, наверное, хотела взять, но передумал. Да и подрывник тут не особо нужен. Пятый фросир с третьими волчатами. Почти четвертый Таурен. Иллюзия пошла. Посмотрела, есть ли там базы. Видишь, что есть. Видишь, торг сюда прибежал. Ну, Виверн и... Под кровожадностью открылись сильно. Но внутри мастерские с масс-вертолетами. Тед, конечно, очень быстро. И умело адаптируется. Вообще классно играют, на самом деле. Согласитесь. Орк просто не успевает. Вот орку не хватает. Как вы знаете, он делает контру, но не думает, что к его контре будут делать контру. И заранее нужно было об этом думать, наверное. Заранее нужно было построить какое-то количество нитопырей. Плюс еще орку. Нельзя было терять такое количество юнитов. Но нитопырей хорошо справляется с вертолетами, если что. Очень хорошо. То есть надо быть гением микроконтроля для того, чтобы вертолеты не умирали от нитопырей. То есть разводить в разные стороны. Потому что от спойши вы сами видите, как много урона заходит. Все еще не хватает шипов. Чтобы рыцари меньше буянили. Но орка есть дополнительная база. Жить можно. Войска вступили в бой. Иду на таран. Это молоток задушил, конечно. На самом деле сейчас мог бы уже не париться. На тему вертолетов. Если у него нет воздуха, то в чем проблема с вертолетами. Не, ну можно бомбочки им прокачают. Но очень сильно в этом занимались. Боже, как же вы получат от души? Посмотрите, как под тремя башнями они убили 5 рабочих. 5. Жесть, конечно. В итоге видите, как быстро вертолеты все закончились. Нитопырей шикарный антивоздух просто. Загазы рыцари пошли. Не, ну 5 бараков это перебор, конечно. Это не та игра, где такое должно работать. Три мастерские еще может быть. И то вряд ли. Наверное, две мастерские это предел. Просто вертолеты... И вертолеты нужно много, но вертолеты очень быстро строятся. Из двух мастерских они все равно очень быстро строятся. Три-два рыцаря под внутренним огнем. Под аурой палатина 3-3 по большей части. И опять бежит. Блин, ну волчат это страшно. Тут нужны, конечно, магические башни. Они быстрее убивают волчат. Ну теперь хорошо. Прокачал магический знак. Теперь заранее видит волков. Это хорошо. Отстраивает казарму. Делает башни. И в центре базу ставит. Решил выйти. Потому что золотые шахты в эту хронику истощаются. И основная золотая шахта относительно скоро закончится. Если у альянса будет центр, это даст ему солидное преимущество. Неприятный щит молний. Войска вступили в бой. Просто отводит в сторону. Но все равно волчата очень много урона будут уносить. По рабочим здесь. Посмотрите, какие-то разные все. Минус два рабочих. Минус три рабочих, возможно. Не. Ну два тоже норм. Бесплатно. Заману просто. И норк продолжает ее верно делать. Но там вертолетов уже не особо много. Поэтому это даже может сработать. Решил Таурену сделать. Спиритволкеры. Тут Кадои нужны были. Хотя, опять же, непонятно, как Кадои поведут себя против Горного Короля. Горный Король просто молоток. У-у-у. Ну ладно, да. Шикарно они сработали. В Дагиви Верны. В принципе, выжили. Шестой Горный Король. Мощь Гор тут не особо нужна. Но он прокачал мощь Гор. В принципе, защита от молнии. И защита от волны. Больше здоровья. Больше урона. Но ману хотелось бы больше на молоток тратить исключительно. Идет дальнейшее преследование. Войска вступили в бой. Из хороших новостей орк больше золота накопил. И он все... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А-а-а-а. Успеет ли? Если что, это не плохо контролю орк. Если что, когда юнит находится в оглушении, он не может залезать в дирижабль. То есть он нажимал дирижаблем на форсира, но он не мог его взять, потому что форсир был в оглушении. И из-за этого, ну из-за этой фишки, дирижабль не мог подойти к форсиру. И в итоге некоторое время дирижабль тупил. И в итоге, когда форсир вышел из оглушения, дирижабль не успел подойти для того, чтобы спасти Бартанов. Прямо, знаете, бегает снизу рыцарское воинство и такая, давай, ну давай, ну-ну-ну-ну, падай. Не, улетел все-таки. Все-таки не погиб. Основная шахта закончилась, у альянса тоже сейчас закончится, через 20 секунд. Выкупает форсира. Много башен. И наконец-то делает Кадоев. Что вообще нужно было тут делать, Орку? Мас Кадоев. Мас Кадоев. Мас Кадоев это решение против этого. Ну просто типа ни один, ни два, ни три. Много Кадоев. 5, 6, 7 штук. И просто жрать рыцарей. И убегать. Ставить башни. И секьюриться. Может быть центр захватить. Это тяжелый матч, да. На самом деле неожиданно сильная стратегия. Потому что очень тяжело к этому адаптироваться. Особенно если ты неопытный орк. И Мас Кадоев это тоже тяжело контролить. Потому что если Кадоев съедает рыцаря, это не значит, что рыцарь умирает. А сюда ты уже фиг подойдешь. Смотрите, как много башен. Сейчас рыцарь передадут привет. А решили башню в первую очередь уничтожить. Орк отправляется. Там два Кадоя есть. Есть Таурен тоже. Два Таурена. Ну что ж, смотрим, как это сработает или не сработает. Очень много урона по вертолетам заходит. Щит молний. Хороший. Но Таурен быстро разваливается. Таурен пятого уровня. Да, тут Таурен с Таурен с Тауреном и Кадоей нужны были. Одного рыцаря съели. Но, как видите, одного этого Кадоя окружили и быстро забирают. Третий молоток это сила. И вот помните, я говорил про мощь гор? Ну вот, типа, и что этот мощь гор делает? Он даже не нажимает. Поэтому мне кажется, что в такой ситуации на Горном Короле больше смысла прокачать третью пассивку. Чтобы у тебя просто пассивка была сильнее. Потому что ты все равно ультимейтом не будешь пользоваться. Ультимейт Горного Короля имеет смысл прокачивать против нежити и против эльфа с охотником на демона. Вот, пожалуй, только в этой ситуации. Против нежити, чтобы Койл Нова на тебя не работала. Против демонхантера, чтобы он не выжигал тебе маны. Ну, в итоге дом вождей выстоял. И у Альянса даже потери были какие-то. Ну, у него все еще 80 лимита. У него стаффы есть, кстати. Он стаффы так и не купил. Капец. Блин, фонтаны жизни для рыцарей. Ух, прям, смотрите. Проблема в том, что вертолеты, как техника, не восстанавливают здоровье на фонтане. Ну, рыцари, да. 3-3 рыцари. 40% поглощения урона. Просто привет. На самом деле, вот этот вот матч тоже показательный, потому что файло, если что, неплохой игрок. Файло, это просто человек, который катает стандарт. И думает, что стандарт всегда работает. И, в принципе, он прав. Но нужно уметь адаптироваться. Вот эта вот стратегия, которая прямо сейчас играет, это на контрит стандарт. Ну, реально контрит. А делать масс-кода, это не совсем стандартно. И, если честно, это большая проблема орды, что все-таки у них действительно нет юнитов с магическим уроном нормального. Ну, есть спиритволкеры, но там, как бы, это не грифон, да? Ну, реально масс-рыцари, и работает. Круто же. И Горный Король первым героем, который очень жестко секьюрил, очень жестко защищал. То есть, орк боялся атаковать. И в итоге все равно, несмотря на то, что не атаковал, поплатился. Потому что пришел Горный Король и просто забрал там 3-4 хэтхантера. Это стало фатально. Потому что они не успели у берсерков апнуться. Так, вертолеты, если что, видят, не видим их, поэтому волчата погибли. 57 лимита на 91. Альянс вышел в супер боевой лимит. Пол один с третьим светом и второй аурой. 47% воплощения урона. Противорка броня реально решает. Ну, с другой стороны, видите, что делает полномолния. По хп рыцарям забирает. Тоже неплохо, но... Не достаточно. Рыцарей слишком много для такого. Седьмой уровень Горного Короля. Аватар нажал. Обратите внимание, кстати, это Горный Король без Клэпа. Очень многие говорят, что именно Клэп Контрит Орду. Но даже без него он сработал. Просто в ноль прокачал. Чисто молоток баш. По-аутскульному. По-дедовски играет, знаете. Как деды, как динозавры, как центурионы Римской империи. Мне просто уже на пофиг идет. Наверное, сейчас тут будут сумасшедшие потери у Альянса. Но Орк быстро заканчивается. Став не хватает Альянсу. Если честно, нажать не черкатает. Могут купить. Тем более, что ставы стали дешевле. Они, естественно, 200 золотых монет стоят. Раньше 250. Таурен бегает под боком, потому что он дает ауру своей армии. Но армия быстро заканчивается. Да, жесть. Сколько рыцарей. Жесть, как много рыцарей. И тед в итоге одерживает победу в этом матче. Альянс отходит, что восстановить здоровье. Потом опять атаковать. У него же есть шахта дополнительная. Поэтому он при золоте. У Орка золота нет. И в итоге имеем, что имеем. Разница в золоте на самом деле не особо большая, как вы видите. То есть проблема в композиции. В наборе юнитов. И очень сильно тут пострадал, конечно же, Орк. От того, что он просто катал стандарт. И это является ошибкой. Нужно уметь адаптироваться. Стандарт. Он, конечно, на той стандарт, что он почти всегда работает. Но иногда нужно уметь меняться. И тед, как опытный игрок, этим пользуются. Что не все игроки умеют это делать. Что Варкрафт это все-таки не совсем... Тут свои приколы. Тут редко, когда выдумывают велосипед. Прикольно. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо большое, что были со мной. Всем до встречи и удачи.